Привет! С вами Любомир Богоявленский, 16 июня 2019 года. Это категория видео «Неинтересные видео. Интернет-дневник Любомира Богоявленского». Видео будет спонтанное. Давно я с вами, мои дорогие, не общался, не встречался, и вот решил побеседовать, поговорить в таком неформальном стиле, формате моего интернет-дневника. Ну, первое, что хочу сказать. Буквально вчера я создал свой новый проект, который буду развивать и там практиковаться. Этот проект называется «Unofficial Fan Page Patriarch Philaret». То есть это неофициальная фан-страница «Патриарх Philaret». И я отдам ссылки в описании этого видео. Эти страницы есть, их две. Вот как бы, ну, она, это одна и та же, как бы, один и тот же проект, но просто есть и в ВКонтакте эта страница, и в Фейсбуке. И вы сможете по этой ссылке перейти, подписаться. В чем заключается проект? В том, что я там практикую свой английский язык. I practice my English. Я буду там переводить статьи с официального сайта Патриарха Philaret на английский язык. Какие-то писать заметки периодически. Ну, и практиковать свой там английский. Это важно для меня. Ну, почему я именно вот решила такой проект создать и посвятить эту страницу Патриарху Святейшему Филарету? Ну, очень хочу его поддержать. Видите, мои дорогие, что, простите, что так скажу в этом видео, грубо, в теме о Святом Патриархе Филарете, но большинство людей полное дерьмо. Большинство людей сволочи, негодяи, подонки и мрази. Особенно вот у нас большинство людей, люди нехорошие, плохие и недобрые. И тут можно философствовать. Просто мне верило, что все люди хорошие. Сейчас я верю и знаю в то, что большинство людей плохие, к сожалению. У них у каждого есть шанс стать хорошим, но в чем плохие? В поступках. В плохих поступках даже тех, кого близко к себе подпускаешь, в любой момент могут предать, вставить нож в спину и наделать массу-массу зла, не задумываясь. Доброго ничего не жди. Злое жди в первую очередь. Вот это все на своем горьком опыте я уже не раз испытал. И поэтому я, смотря на ситуацию с филаретом, я просто, ну я шокируюсь минимум от этого звериного общества. Покуда филарет был патриарх выгоден, то и дифферамбы пели ему, чтобы какие-то выгоды с него получить. Сейчас он перестал быть таким уже выгодным. Предали, побрали какие-то еще, патриарх говорит, я верю, взятки от Петра Порошенко по 20 тысяч долларов. И все, все ценности забылись. И патриарх филарет такой сякой и пересекой. И уже он не нужен нам как их святой угодник божий. И грешник самый последний уже стал. И такой сякой пересекой, и все предали, все отвернулись, списали уже, и по быстрее умираем, называется. Ну люди, ну свиньи, понимаете, мрази и твари. Большинство у нас, к сожалению, в Украине. Это и в СНГ такое же. Ну, понимаете, это одна из светских причин для меня, которая говорит, что Любомир, высшая сила посылает тебя на помощь патриарху Филарету. А ему сейчас помощь любого человека хотя бы вот в интернете нужна. Я от души как смогу, так и помогу в плане переводов. Буду на английский язык потихонечку переводить его. Статьи, проповеди, информацию, связанную с киевским патриархатом, с официального сайта патриарха Филарета, значит, церква.инфо. И защищать живого гения от этого быдла, большинство быдла, быдла масса, бездуховные люди. Ну, я настолько разочарован, понимаете, большинством этих людей. Ну, пример патриарха Филарета означает, что какой бы ты ни был хороший для большинства, душу им всем отдал, да? Насрут в эту душу. Уничтожат, проявят агрессию. Ну, неблагодарные свиньи, мрази, твари, это большинство людей. Понимаете? Вот. Ну, так оно есть. И от этого травмироваться психологически не стоит. Я это уже так спокойно на это смотрю. Но я как человек, для которого ценность верности, она святая и неизыблемая. Я довольно преданный человек, хотя меня все уже миллиард раз попредавали, большинству людей. То я, конечно, святейшего нашего гения, патриарха Филарета, посильно, как смогу, поддержу. Потому что, глядя на вот эту ПЦУ, на вот эти бездуховные лица вот этих батюшек, которые предали патриарха Филарета, на эту бессовестность, аморальность, так становится гадкой. Вот. И ту бумажку Томас показывают, в которой и права толком в ПЦУ нет. И ради этой бумажки, как какой-то договора дьявольского, других слов нет. Они уже своего святого патриарха в грязь втоптали. Он их создал, сотворил. Они его предали, ножи в спину повставляли. И патриарху 90 лет, и какой-то Черноморец, которому, не знаю, сколько там лет, в кавычках, профессор, и брехуном патриарха Филарета обзывает. И всяческая, ну, там, ответ я уже перевел, написал в этой группе. Это мой черноморцу, позорнику и бесстыднику. Вот. И, боже, какие аморальные люди. Ну, я смотрю, ну, твари, ну, мрази, понимаете, большинство. Ну, господи, ты помилуй. И это не только здесь, но это вот большинство людей таковы. Это не я уверен в том, что там есть страны, в которых еще это все миллиард раз хуже. Ой, ну, живем, живем вот так, испытания проходим в этой жизни. Значит, то я в этом проекте буду практиковать свой английский язык. Вы знаете, что по второму высшему я учитель английского языка. Тяжело мне очень он давался. Вот 7 лет уже его изучаю. Во взрослом возрасте начал изучать. В универе учил немецкий язык. И в студии Родойч. Ну, тем не менее, дипломированный учитель английского языка заслуженный, хоть это была заочка. И главное для меня это знание. Знание, умение. Я вот и допускаю какие-то ошибки. Вот бывает допустил, потом проанализировал, выправил. Ну, тяжело, иностранный язык. Но, слава высшим силам, что сила меня ведет, я не сдаюсь с этого пути. Not day without English, мой девиз, который я вот уже 7 лет реализую. Хотя бы, если не могу почитать, включу фильм, когда сплю, англоязычный, чтобы говорил. Повторю какие-то слова, фразы за теми людьми, персонажами, героями, которые в фильме есть. И вот так не сдаюсь и двигаюсь дальше. Ну, у меня тут учебники по грамматике английского языка разное есть. Вот. И, ну, это капелька только всего этого огромного материала, что мы еще в Драгоманово покупали, когда были студентами на втором высшем филологическом образовании. The Teacher of English and Foreign Literature. Значит, и все это читаю, развиваюсь. Ну, и вот хочу в первую очередь практиковать свой английский и помогать патриарху Филарету, переводя эти статьи его, размышления на английский. Где-то, может, ошибку сделаю, но, тем не менее, за доброе дело готов бороться и сражаться. Потому что в душе я, конечно же, отшельник, монах. И, конечно, если бы я принимал монашество, то только от церкви святейшего патриарха Филарета. Другие эти церкви, московский патриархат и ПЦУ, так называемые, ну, это абсолютно не мое. Я был в московском патриархате. Патриарха Филарета поливают грязью. Ну, это же я лично увидел. Жалко, что на видео не заснял. Вот. Ну, по наивности. Ну, валяются шприцы наркоманские. Вот, лично видел. Люди повыходились в тюрьм. Я понимаю, от тюрьмы и с ума никто не зарекаясь, как говорится. Но этих же людей, если придели в монастырь, вот, владыка Павел. Их же Богу нужно учить молиться. Рассказывать о слове Божьем, о проповеди. Богу никто не молился. Я не буду рассказывать про те ужасы, что я там видел, да. Об этой бездуховности. Еще шприцы валяются. Ну, я говорю, что наркотики, героин кулят уже. Да что до этого, до ручки докатились. Так поубирали, те были шприцы быстренько. Поховали. Ну, ужас. Ну, я как вспомню об этом. Внешне блестит лавра Киева-Печерская. А поживите там с посушниками. Посмотрите, что там происходит. То себя не видно. А потяг Филарета Раскольника и такой, и сякой, и пересекой. Вот постоянно эта ложь и неправда крутится. Ой, Господи, ты помилуй. То я там не хочу принимать монашество в этом РПЦ. Оно мне не нужно, потому что я там уже был. Я и крещенный в РПЦ, и УПСМ, вернее. Ну, оно одно и то же. Русская православная церковь в Украине. Я воскресную школу окончил. Ну, такая бездуховность. Понимаете? Ну, вот даже у нас Бобровица. То есть я-то уважаю и батюшку, и все. Ну, система такова. Богатые к ним одно отношение, бедные другое отношение. Богатым выдаются все места в церкви ключевые. Регенты, хора. Там, то есть какие-то административные должности. Бедным в основном ничего не выдаются. Богатые могут грех совершить, им не скажут. Бедный малейший грех совершит, его будут обличать. То есть, ну вот несправедливо это. Ну, конечно, несправедливо. Ну, это все понимают, ну, взравомыслящие люди более-менее понимают. То есть мне это не нравится. То есть тут не в этом дело. Там есть какая-то благодать, нет благодать в этой РПЦ. Ну, мне это, это не мое. Это чужое. А вот подъяр Филарет для меня родной. Я его поддержу как гражданин Украины по сильным своим таким вот трудам. Когда против него большинство, я постоянно с большинством, где исповедник воюю и борюсь, духовно сражаюсь, то я защищу правду. Потому что с Филаретом правда, он гений, которого убивает это общество социум. Из-за этой бумажки Томаса в кавычках. Ну, это только, только отговорка. А что они хотят? Они хотят его деньги заполучить себе. То есть все статки киевского патриархата, что для работы церкви есть. Они хотят все это себе заполучить. Да и все. И контролировать всю церковь. Это молодые эти священники. Ну, относительно молодые, что контролируют ПЦУ. То есть, ну, с этим злом нужно бороться. А нечего бороться. Потому что большинство людей у нас продажные. Им капельку, пару копеек покажи, они уже продались и убежали. Против Филарета бороться. Ну, это такое. То есть, люди, большинство дерьмо. И это факт. И поэтому главное нам всем, меньшинству, не терять свою человечность. Даже когда зло побеждает полностью в людских душах и сердцах. Ну, про Таро-Колдуна еще хочу сказать пару слов. То есть, колода нарисована. Но когда она будет издаваться, мне самому неизвестно. По всей видимости, к сожалению, в этом году. Думала, что в этом году уже будет чуть ли не 100%. И оно не получается. Не получается. Почему не получается? Ну, потому что здесь моя есть ошибка, я признаю. То есть, я взял в мистический путь гея эзотериков. Это был обоснованный шаг. Мучился-мучился с геей Таро-Черта. Мистический путь гея Таро-Черта Любомира Погаяльонского. На последнем дыхании, на силу-силу завершил колоду. Кто там смотрел, это был ад целый проходил. Таро-Колдуна, вроде бы, я не афишировал ничего. Все было легенько, так на одном дыхании. Я таки не спеша создал. И тут началось. То есть, я совершил ошибку, которая здесь была, эзотерика взял в колоду. Никого не буду иметь, реально имена называть. Ну, все за что парилось. Настолько за что парилось. Ну, во-первых, одни эзотерики входят, выходят, входят, выходят. Ну, вот, я не могу эти детали все объяснить в видеоролик. И вот из-за этого всего, их вхождение, выхождение, все затормозилось. Некоторые карты сколько раз мне пришлось перерисовывать, переделывать. Сколько денег я в это бы ухотел. Колода нарисована, но пару знаков вопроса осталось. Один эзотерик очень важный. Ушел с колоды, вернулся. Я всех люблю, уважаю. Но он ставит мне условия. Ну, в принципе, мы соглашались на подобное условие. Но он же ушел был, потом вернулся. Вот я возвращаюсь, потому что мне от тебя нужно то, то и то. То есть он воспринимает так, что я хочу его использовать в своих целях. Забрав второго колдуна. А он за это, на полную катушку, хочет использовать мои силы и меня. Но я ему сделаю рекламу. Хотя он не хочет этой рекламы. Он считает, что это мне реклама. А что мне с этого получится, если я выполню то, что он хочет? Да не в этом же даже дело. Я и хотел, все. То есть нужно до 30-го было числа это все делать, как бы. Я бы уже успел и помочь ему сделать то, что он от меня хочет взамен. А теперь в последний миг он пришел. Вроде была эйфория. Потом уже мне четко говорили, что мне нужно то и то от тебя, чтобы ты, Любомир, сделал. А у меня поступление на учебу. То есть время-то бежит, оно не останавливается. Поступлю, не поступлю, но поступать хочу. Куда и что, не буду говорить. Только после поступления. Поступлю, то поступлю, не поступлю, то не поступлю. Потому что у меня с поступлением, вы видите, что все силы против меня получились. То есть я уже благодарю Бога, что я до 15-го года два высшее образование получил. Что я так учился, вот старался. То есть потому что после 15-го года, когда я уже уходил в эзотерику, против меня вот такая бетонная стена стоит. Что бы знал, я не знал. Все, на меня ярлык сатанист гей. Мы не хотим с тобой иметь дело. И ничего нельзя доказать. То есть тут такие моменты идут, что как бы к изгою начали относиться ко мне. То слава Богу, что у меня для высшего образования уже два года пробовал поступать. Не получается. Сдаю экзамены хорошо. Результат ставят плохой. Что делать в этой ситуации? Жаловаться? Скандалить со всеми? Так вообще крест на мне поставить. Я не могу бороться со всеми. Ну что, и какой мне из этого смысл? Ведь у меня задача другая поступать и получить еще то, что я хочу. Стать профессором в итоге. А мне не дают стать профессором. То есть что делать в этой ситуации? Тоже, ну я высшая сила дала мне ответ. Как бы я молчу, ничего не говорю. Меня обижают. Но я не сдаюсь. И борюсь как могу. То есть вот третий год готовлюсь к поступлению. Экзамены мега сложные. Мега сложные. То есть я полностью сосредоточен на этом. И получается, что я не то что не хочу. Я не могу человеку сейчас помогать, братца. Потому что иначе не сдам экзамены. Если я не поступлю, то тогда я думаю, я смогу человеку помочь. А если я поступлю? Вот если я возьму поступлю, то там же я поступаю в очень тяжелый вуз. Там огромные требования интеллектуальные. И получается, что мне на определенные годы идет очень жесткая программа обучения. Где у меня вообще не будет времени ни на что. Мне нужно только учиться, учиться и еще раз учиться. Это не шутки. То есть там не знаешь, выгонят. То есть тут нужны очень мощные знания. Я не смогу расщепиться уже и заниматься этими моментами, чтобы человек от меня хотел. А если я человека не беру, то есть вроде бы он и не обиделся бы. Но еще люди есть, которые вошли в проект Тару Колдуна. И которые не подписали договор. А двум человекам я даже еще договор никак не отправил. Потому что это все за что парилось. Они готовы подписать. Но я не отправил. Потому что с этими ситуациями не могу никак разрешиться в Тару Колдуна. То есть. Вот такая ситуация получается. Человек еще один там и еще. Они сомневаются. Если этого человека нет в Тару Колдуна. Они хотят уйти в Тару Колдуна. А они занимают еще пару арканов. И это если они уйдут. То мне нужно платить деньги. И пририсовать еще эти арканы. И я понимаю, что я сам сделал ошибку. Что вообще-то связался. И побрал эзотериков в колоду. Одни уходят. Другие приходят. И этому нет ни конца, ни края. А у меня денег нет. И у меня нет времени. У меня поступление. И так колода завершена. Уже перерисована пару раз. И в рамочки вставлена. Но издать я ее не могу. Потому что договора не подписаны. Я не знаю. Люди. Многие там. Там все хорошие люди. Но я же не доверяю части. Я не знаю, что они будут делать. Вот ровно еще там. Что угодно могут делать. То есть. Бедоховара не подпишут. Колоду издам. Начнут шантажировать меня. Требовать от меня что-то взамен. То есть. Ну им что угодно. И потом будут суды подавать. Чтобы им скандалы нужны. Пиариться. То есть. Ну что-то такое творит зло. То есть. Я не знаю, что они могут учудить. И то есть. Вот так оно и затормозилось. Полностью. То есть. Где часть. Хотят меня использовать. Аргументируя тем, что я их хочу использовать. Ну то есть. Вот такой подход. И тут нет обид. Да. Получается. То есть. И. А у меня нет времени уже. То есть. И вот все. Холода нарисована. А издать я ее не могу. И книжку не могу дописать. То есть. Начну писать. Вдохновение пропадает. Потому что. Концепт. Был один. Книжки. Где я хотел прославить тут одного человека. Там еще у меня была идея с книжкой. В итоге. Торможение полное. Пошло. Потому что человек бросает проект. Возвращается в проект. То есть. Ну вот. Что-то такое. Вот. Получилась какая-то тут же. Чертовщина. Бесовщина. Ну. Второе бесовское вроде бы. Да. Но я понимаю. Что это воля высших сил. То есть. Значит. Вот эта практическая черная магия. Второго колдуна. Оно не должно сейчас выходить. Возможно. У меня путь идет дальше. Как тут. Как бы. Ну. На это есть воля высших сил. То есть. Я вот как бы. Сейчас. Не парюсь. Я ее нарисовал. Но не издана она. Так вот. У нас книжка Сергеем Небогом. Не издана. И мы не планируем ее издавать. То есть. Нет на это воли высших сил. Значит. Культ черта. Украина язычный. Мы ее. Даже зарегистрировали. Права. Все. Но мы еще ее не издали. То есть. А второго колдуна. Хотелось издать. Но. Не получается. То есть. Вот. Не то что не хочу. А даже не получается. И то есть. Ну. Потому что. Я говорю. Если не поступлю. Учиться. То есть. Ну. Говорю. Все по воле высших сил. Будет. Я. В принципе. Знаю. У меня открывается много информации. Как ясновидящему. Но. Все равно. Все по воле высших сил. Вот. Если завалят. Не захотят. Чтобы я поступал. То есть. Уже третий год. То есть. Ну. Не поступлю. Тогда. Я. Может. Буду. Уже договариваться. На эти условия. Идти. Вот. А если поступлю. То. У меня не будет уже времени. Просто. Не будет времени. Банально. Потому что учеба нереально сложная. У меня куча врагов. Недоброжелателей. Которых знаю в лицо. Которых не знаю. И. Требуется только одно. В этом сражении. В первую очередь. Мои знания. Где я как. Грядущий профессор. И доктор. Реальных наук. Ничего не буду сейчас говорить. И заявлять. Я должен сражаться с другими профессорами. И докторами. И показывать. И рассказывать. Что у меня реально колоссальные знания. И это не просто пафос. А это реально я знаю. Где по пальцам могу рассказать. Самые сложные научные. Моменты. Понимаете. Это очень сложно. Это очень сложно. И очень непросто. И поэтому я весь буду сконцентрирован на этом. Если я таки поступлю. Потому что учеба будет очень сложная. Может это будет заочка. Я не отрицаю. Возможно будет заочное отделение. Но даже заочка. Наш требует еще. Очень сложно и тяжело. Нужно самому постоянно учиться. И там задания. Которые нужно вовремя выполнять. Значит. Вот так-то рука лдуна затормозилась. Ну. Группа. Unofficial fan page. Патриарх Филарет. Она меня развивает. Она меня тренирует к экзамену по английскому языку. Я вот так уже проговариваюсь. У меня должен быть очень тяжелый еще экзамен по английскому языку. И я вот этими переводами своими я тренирую английский. У меня нет никому никаких претензий. Вот. То есть. Я двигаюсь таким путем отшельника. Человека не от мира сего. Параллельно веду консультации. Помогаю людям в таком закрытом режиме. Вот в этом году не будет, по всей видимости, у меня вновь отпуска. В том не было. В этом не было. Почему нет? Потому что говорю, что скромно зарабатываю. То есть какие-то копейки собрал, можно было на месяц уехать было в Варшаву, например. Можно было бы. Скромненько себе с экономией, там какое-то койко-место снять. Вот там походить по гей-клубам, наконец-то, в Варшавске. Там очень классно есть. То есть, вернее, гей-сауны. Там, говорят, новая открылась. Там гей-организацию их пройти. Хотя бы на две недельки поехать. Но не поеду, потому что копейки скромные, которые заработал, нужно, если вступлю на учебу, нужно платить. Зачем учиться? Потому что я хочу стать профессором. Ну что, говорит, ну не устраивает меня это в этой жизни. То есть уровень только магистра. А чтобы пройти к этому пути, это много лет потребуется. И потребуются новые усилия очень мощные. То есть, ну, по крайней мере, я не хочу останавливаться. Ехать за границу. Ну, там никто и ничто. Да, то есть я никто и ничто. У меня тикает время часов. Мне уже 32 года вот будет. И, то есть, я старею. И так побитый жизнью. И там с нуля начинать высшее образование, двигаться идти. Там тысячи евро это стоит. На дневное отделение поступить. Нужно сработать как-то будешь учиться на дневном отделении. Заочка там вообще там очень проблематичные моменты с этой заочкой. То есть, ну, вот все там. Там начинается свой закрытый, замкнутый круг. Это там никому не нужен. И даже если через пару лет я бы уступил там учиться в лет 35 на новое высшее образование там, за границей, то после 40 лет там уже люди, которые получают это образование, не особо кому интересны и нужны. Все гонятся там за молодежью, которые оканчивают вуз. То есть, ну, вот все это. И там и никто, ничто. А здесь, в Украине, с этими большинством негативных, плохих людей, и гомофобных, и недобрых, и злых, и среди геев, и ЛГБТ, куча негативных, плохих людей, которые не поставят плечо помощи, не продадут руку завистливые, злые, обозленные, несправедливые. Это везде, вот, большинство нехорошее у нас в Украине. И ты как не меняется, не поменяешь, если они, ну, дерьмо большинство, то у них дерьмовые поступки, и предательство, и негатив. И то есть, ну, 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 что угодно могут учудить любое зло, если только немножко ослабел. То есть, ну, 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 это вот так мы заброшены сюда. Я уже молчу про исламские страны, где геев вешают и убивают по сей день в части стран. Это вообще ужасно. Ну, вот такой я свой несу крест, как отшельник, возможно, врядущий монах, на все более высших сил. Ну, хочу патриарха Филарета защитить. Вот это моя задача. To protect the dear patriarche Filaret. And I will practice my English, of course. Ну, и что еще скажу дальше, мои дорогие? Такая была спонтанная встреча, я с вами увиделся. Всех был рад видеть. Двигаюсь дальше своим уникальным путем. Я даю ссылочки. Смотрите, семь лет шел, не мог научиться нормально писать статьи, хотя там вот как бы... Хотя я очень хорошую написал работу научную в Драгоманово. У меня Елена Юрьевна Титаренко, она проведяла ошибки, она немножко помогла мне там, потому что я со словарями переводила электронными, она там помогла, подкорректировала, подсказала определенные вещи. Спасибо огромное ей. Работа очень была бомбовая, она отлично защитилась. Это не плагиат, это реально новая, ну, идеальная научная моя была работа. «The concept of good and evil on the material revelation of revelation». То есть концепт «Добра и зона» в материале произведения и откровения она богослова, «Revelation» называется. Вот, ну, это такое уже. То есть я веду к тому, что вот сейчас я наконец-то учусь писать англоязычные статьи. Ну, и практикуюсь в этих статьях в первую очередь. Это вот статьи на защиту патриарха Филарет. Это перевод его проповедей, статей киевского патриархата. Потому что я люблю эту церковь, душа моя любит. Я люблю очень патриарха Филарет, и для меня он живой, святой, величайший гений. И я практикую свой английский язык и двигаюсь дальше. Будьте благословенны. May God bless you all. Bless you gods. Любомир Богоявленский. See you later.